Здравствуйте, а удостоверение у вас есть? Да, конечно, на секунду. Сначала сотрудник специализированной организации обязательно предъявляет свое удостоверение, после чего проходит квартиру для проверки газового оборудования. Основное, что позволяет предупредить возникновение инцидентов при использовании бытового газа, своевременное проведение технического обслуживания. Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации номер 410, регламентировано проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования не реже одного раза в год на основании договора, заключенного со специализированной организацией. Специалист смотрит на герметичные соединения отключающих устройств, а также регулировку процесса сжигания газа на всех режимах. В числе обязательных работ проверка наличия тяги вентиляции. Самым важным аспектом при использовании газового оборудования в газифицированных многоквартирных домах является своевременное обслуживание газового оборудования, что позволяет обеспечивать сохранность жизни, здоровья и имущества граждан. В связи с чем хочу призвать всех жителей округа, использующих газ в быту, обеспечивать доступ сотрудников специализированных организаций для проведения технического обслуживания газового оборудования. Подача газа может быть прекращена, если у абонента нет договора на техобслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, или собственник отказывает в допуске специальной организации для проведения работ более двух раз. Кроме прекращения газоснабжения, абонента смогут привлечь к административной ответственности. Также в целях предупреждения инцидентов при использовании бытового газа на территории Одинцовского округа производится установка датчиков контроля загазованности. В Одинцовском округе и на территории всей Московской области действует программа по бесплатной установке систем контроля загазованности в муниципальных квартирах. На сегодняшний день порядка 10 тысяч квартир муниципальных у нас оснащены приборами потребления газа, и контроль загазованности в них мы также осуществляем посредством систем САКС. В этом году осталось оснастить системой более трех тысяч муниципальных квартир. Собственники приватизированного жилья для установки приборов могут обратиться как в управляющую компанию, так и в специализированные организации, которые действуют на территории Московской области. Екатерина Крамар, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.